МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чиста Ньюс. Коротко о главном. Семилетний мальчик из Луганска не пустил папу на митинг сепаратистов. Очевидцы утверждают, что на территории Донецкой области уже видели голубых человечков. В интернет попала фотография домашних тапочек российского президента. Владимир Путин так заработался, что забыл забрать Дмитрия Медведева с продленки. Теперь об этом и другом более подробно. Продолжается открытый чемпионат Украины по зеленке. И на сегодняшний день места в турнирной таблице распределяются следующим образом. Четвертое место Арсен Аваков. Третье место Юрий Луценко. Второе место Арсений Яценюк. И, наконец, новый лидер чемпионата Михаил Допкин. Вообще-то Допкина заподозрили в применении допинга, но потом выяснилось, что это обыкновенная мука. Поздравляем лидеров, а всем другим украинским политикам хотим сказать, что для того, чтобы принять участие в чемпионате зеленки, достаточно выйти к народу и сказать какую-нибудь чушь. Ждем вас в нашем чемпионате и верим в ваши силы. Президент России Владимир Путин написал письмо к лидерам ЕС с новыми требованиями относительно Украины. В ответ лидеры ЕС написали письмо Путину с еще большими требованиями. Таким образом, обе стороны продолжают меряться письмами. Дмитрий Медведев с официальным визитом прибыл в дружественную Сирию. Во время торжественной встречи местный оркестр исполнил гимн России. После такого феерического исполнения у России стало одним другом меньше. В Вашингтоне прошло заседание министра финансов Большой двадцатки, где глава германского Минхина Вольган Шойбле заявил, что кризис в Украине способствует остановлению отношений между Европой и США. Его поддержали другие министры и обратились к Украине с просьбой не прекращать кризис, пока отношения между Европой и США не восстановятся окончательно. Но пока у Европы и США нет повода волноваться, кризис в Украине что надо. Новости страны. В Янакиево люди криминальной наружности захватили прокуратуру, милицию и горсовет. Однако, как заявили в МВД города Янакиево, люди криминальной наружности сделали это еще в 2010 году, сразу после президентских выборов. Служба безопасности Украины предполагает, что террористические группы на востоке Украины финансирует один из российских банков. Если вы хотите взять кредит на сепаратизм в этом банке, вам нужно доказать, что вы сепаратист, и привести двух поручителей с хорошей сепаратистской историей. Нашему журналисту удалось выяснить, что же значит для сепаратистов российская символика. В частности, что, по их мнению, означают цвета триколора. Красный – это значит красивый. Синий – это я не знаю, и белый не знаю. Подумайте, что это означает. Вообще не значит свежесть. Белый – это эликантность. Однако в целом на юго-востоке страны, благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, удалось немного уменьшить напряжение. Теперь во всех розетках оно не превышает 150 вольт. Неожиданное подкрепление. Российский политик Валерия Новодворская в своем обращении поддержала Украину и даже приняла военную присягу вооруженных сил Украины. Конечно, от этого наша армия сильнее не стала, но выглядит более угрожающе. Недавно в сети появилось видео, на котором некто, Евгений Варламов, призывал жителей города Ровеньки к активным действиям против так называемых бендеровцев. Берем топливо и тупо палим их, палим их, палим! Сегодня мы получили информацию, что это видео чистейшей воды провокации. Нам в студию позвонил парень Евгения и сказал, что его Женечка просто не мог такого говорить. И в доказательство прислал фотографии, заверив, что Женя – буся. Няши. Рыбочки. Котенок. И просто лопудочек. Владимир Кличко резко раскритиковал неграмотность Олега Царева. Цитирую. «Человек, который не знает, что Вторая мировая война началась не в 41-м, а в 42-м, не может быть главой государства», – заявил боксер. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем. Украинские политики все чаще используют социальные сети для общения с народом. Мы постарались собрать самые интересные материалы на эту тему. Итак, Юрий Луценко выложил на своем фейсбуке фото с пометкой «Жизнь – боль». Сергей Тегибко поделился фотографией того, как в Одессе его забросали яйцом. Геннадий Кернес порадовал фотоотчетом с Харьковского марафона, где он пробежал 21 километр. Да. Как заявляет сам Геннадий, сделал он это в честь единения страны в планах мэра Харькова на следующей неделе поприседать против проявления сепаратизма в Луганске и встать на мостик в ответ на аннексию Крыма России. Премьер-министр Российний Ценюк также активно пользуется соцсетями. На своей страничке он заявил, что не покинет свой пост, пока этот пост не наберет 1 миллион лайков. Представители внутренних органов жалуются, что министр Аваков срывает все секретные операции, потому что постоянно чекинится в Фейсбуке, и любой желающий может посмотреть, где и когда будет проходить секретная операция. Также порадовал своими постами исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, выложив видео совместных учений военно-морских сил НАТО и Черноморского флота. Ну а на связи наш специальный корреспондент. Здравствуйте, Артем. Привет, ребята. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сразу хотелось бы сказать, что в эту субботу на телеканале 1 плюс 1 выйдет новый выпуск «Вечернего квартала» с такими же острыми политическими шутками. И в связи с этим у меня вопрос. Какие политики в свете последних событий могут ходить на концерты «Квартала», а какие нет? Провокационный вопрос. Я тетушка. Вы тетушка? Обычный телевизионный тетушка. Здравствуйте. Ирина. Артем. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться, но сегодня не об этом, у нас тут небольшое интервью. Здравствуйте. А так вот, какие политики должны ходить, какие они должны сейчас на «Квартале»? Я думаю, те, у кого есть деньги на билет, они должны ходить, наверное. Интересно, а есть политики, у которых нет денег на билет? Может быть, кого-то уже иллюстрировали, кто знает. Ну, пусть все ходят. Я думаю, ну, как-то так судить, кто может, кто не может, в принципе. Нет, судить не нам, судить Петерского суббота, естественно. Ну да. Но те, у которых есть свободное время. Но те сейчас в основном в Москве. Да, значит, им не суждено ходить на «Квартал». Ну, просто я не одобряю, в принципе, Януковича особо так. И удобряете, пожалуйста? Да, да. А, я не знаю, да. Просто отношусь к нему с таким, ну. Кто может прийти? Да, может, мне кажется. А Тимошенко может прийти? Нет. Правильно. Приехать. Ну, Ляшко, надеюсь, есть? В смысле? Ну, это вопрос. А-а-а. А-а-а. Побежал я отсюда. Спасибо большое Артему. Продолжайте нас радовать своими интересными сюжетами. Российский журналист Дмитрий Киселев в очередной раз напугал россиян, заявив, что в Украине появились попугаи-бендеровцы. Слава Украине! Героям слава! Как мы видим, российские СМИ опять дезинформируют своих сограждан, подавая информацию об Украине в искаженном виде. По многочисленным просьбам наших телезрителей мы продолжаем отвечать им тем же. Итак, вашему вниманию новая подборка от нашего спецкорреспондента с голодчиной Дмитра Кесленко. Начинаем. Шок. В российских магазинах товары заставляют взвешивать на разных частях тело. Водители Астрахани боятся возвращаться домой. Усама Бен Ладен жив. Оказывается, все это время он скрывался в одном из караоке-клубов Рязани. В России закончился звездец. Завершает наш репортаж трагическая новость. На открытии новой трассы Воронеж-Москва утонул директор Росавтодора. В минувшие выходные был разыгран джек-пот украинской национальной лотереи, который составил более 12 миллионов гривен. К сожалению, победитель не может забрать деньги, так как является жителем Севастополя. Эту информацию нам с радостью сообщил уже пьяненький директор лотереи. Мы продолжаем. Новости то ли политики, то ли спорта пока непонятны. Фанаты футбольного клуба «Динамо Киев» предложили Олегу Блохину поучаствовать в выборах президента Украины. И даже готовы сами заплатить за него предвыборный взнос в 2 миллиона гривен. В общем, болельщики столичного клуба готовы на все, лишь бы главный тренер клуба Олег Владимирович нашел себе другую работу. Еще одна новость то ли спорта, то ли политики. Мэр Харькова Геннадий Кернес пытался сбежать из-под домашнего ареста, однако охране удалось его задержать. Кручу, 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 педали кручу. А теперь точно новости спорта. Бразильская модель Дани Соузе родила форварду донецкого шахтера Дентиньо двойню. От всей нашей редакции поздравляем Дентиньо с двумя Детиньо. В Словакии прошел чемпионат Европы по метанию бегунов. На чемпионате мира по фигурному катанию дисквалифицирована пара из Голландии. Аргумент судей был простой, пусть партнерша хотя бы побреется. А в Запорожье прошел чемпионат города по буддибилдингу. Первое место занял сын мэра города. А вот в Луцке подобный чемпионат не состоялся. Из-за ремонта в спортзале волынским бодибилдерам негде тренироваться. Новости спорта в Чиста Ньюс. И мы с удовольствием представляем вам наш традиционный хит-парад сомнительных спортивных достижений. Итак, на третьем месте хоккеисты, доказывающие, что мужская дружба самая крепкая. На втором месте украинский баскетболист, к которому в конце матча все-таки дошел мяч. А побеждает сборная Украины по пихтованию, которая приняла в свои ряды представителя правого сектора. На сегодня все. Хотим сказать, что сегодняшние наши новости полностью зависят от того, что мы с вами делали вчера. Поэтому в наших силах сделать завтрашние новости лучше. Спасибо, до свидания. Берегите себя. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ